Вы считаете себя очень хорошим видеооператорами, но на самом деле вы являетесь обычными видеооператорами. Меня зовут Джон Кукси, и я приглашаю вас на наш видеокурс, который называется «Получение навыков работы с камерой с использованием разных технических приемов». Эти технические приемы используются видеооператорами, которые отмечены наградами и известны во всем мире. Я вам гарантирую, что в ходе этого видеокурса вы узнаете о таких вещах, которые не используете в данный момент, даже если вас и отмечали наградами как видеооператоров. Я классифицирую видеооператоров так, делю их на две категории. Первое. Видеооператоры, отмеченные наградой, это те люди, которые всегда получают награды, либо у них есть потенциальная возможность получить награду. Их работа превосходна. Они делают все, чтобы осуществлять съемки, при этом постоянно стремятся сделать их лучше и лучше. Они знают, что если они покажут в этом видеокурсе всего несколько разных методов съемок, которые они применяют в своей работе, то это станет для них большим преимуществом, поскольку вы сможете включить это в свой список приемов. Другой тип видеооператоров — это простой обычный средний видеооператор. Многие такие видеооператоры думают, что они лучшие в своем деле. На их работу не жалуются, они снимают много лет, у них хороший штатив. Но они самоучки, они находят в себе много оправданий. Они не могут быть лучшими. Почему? Потому что они не хотят ничему обучаться. Видеооператоры — профессионалы, у которых есть опыт, никогда не перестают обучаться, и у них тоже всегда есть чему поучиться. И я говорю вам, что неважно, какой бы категории вы не относились, к видеооператорам, отмеченными наградами, или к какой-либо другой категории, человек все равно должен стремиться быть лучшим. Вы научитесь из этого видеокурса многим вещам, и благодаря им разовьете свою видеостудию. Видеооператоры-профессионалы, снимающие передачи, используют эти приемы для съемки передач на телевидении каждый день. Другие видеооператоры, снимающие документальные сюжеты, свадьбы, какие-то события, спортивные события, или сюжеты для кабельного телевидения, не используют эти методы. Но суть в том, что ничего не стоит научиться этим приемам. Вы можете смотреть их по телевизору и делать для себя заметки. Этот видеокурс состоит из коротких уроков. Мы отобрали самые лучшие из приемов и совместили их в один видеокурс. Это значит, что в этом видеокурсе вы получите исчерпывающую информацию, которую сможете применить в работе. Мы также включили сюда и футиджи. Просматривая наш видеокурс каждые пару недель, вы сможете разнообразить методы съемки, чего не делали прежде. И поскольку видеооператоры часто восхищают окружающих последними достижениями техники, то это дает нам преимущество. Мы сможем лучше зарабатывать, делать успехи и лучше ориентироваться в принятии решений. Но если мы сосредоточены на этих вещах, мы перестаем обращать внимание на технические приемы обращения с камерой. Это нормально, стремиться применять самые последние и замечательные достижения техники. Но главным остается все же работа с камерой, изложение сюжета. Продолжайте смотреть этот курс, и мы покажем вам разные приемы, которые используют видеооператоры-профессионалы, чтобы сделать работу лучше, чем у любого другого видеооператора. Сейчас мы поговорим о пяти основных положениях, которые вы должны применять в своей работе, чтобы стать изобретательным и талантливым видеооператором. Это так просто. Первое положение — нулевая отметка. При ней производятся низкоуровневые съемки. При таких съемках видоискатель поднимается вверх. При таком положении вы получите великолепные съемки. Видеооператоры-профессионалы используют такой подход к съемке всегда. Они также пользуются вторым положением — это положение на уровне пояса. И снова вы поднимаете видоискатель вверх, так как он позволяет вам видеть и снимать множество разных ракурсов. Такое положение подходит для съемок большого скопления людей. Вы можете подкрадываться и снимать очень близко. Это просто великолепное положение. Третье положение очень похожее на второе. Вы просто поднимаете камеру под мышку. Это хорошее положение камеры, если вам нужно поближе подойти к людям. Но при этом не слишком близко, чтобы не быть навязчивым. Следующее положение похоже на это. И по традиции оно чаще всего и используется. Это четвертое положение. Под четвертое положение видеокамера и была разработана. Тут не нужно никакой дополнительной изобретательности. Таким образом, при четвертом положении вы сможете снимать многие вещи. Другие положения могут быть более удачными, если вы делаете особенно креативные съемки. И, конечно, есть еще пятое положение. Видеокамера находится прямо над головой, а видоискатель опускается вниз. Вы должны опускать видоискатель вниз, чтобы видеть и понимать, что вы снимаете. Снимайте, используя широкоугольный объектив, используя камеру в положении номер пять, чтобы получить хорошие съемки с использованием широкоугольного объектива. Вы можете встать на стул или на какое-нибудь ограждение и тому подобное и получить дополнительно широкоугольный ракурс. Если вы не стоите на какой-то возвышенности, то вы можете поднять камеру как можно выше. Итак, пересмотрим все пять положений. Начнем с первого положения. Нулевая отметка. Я часто использую это положение для съемок с нулевой отметки. Оно очень удобное. Второе положение. Положение камеры на уровне пояса. Это тоже удобное положение. Для быстрых панорамных съемок, длительных съемок, оно очень хорошо подходит. Третье положение. Положение камеры под мышкой. Вот так. Это положение также помогает видеть весь обзор и что творится вокруг, а затем снимать. Четвертое положение. Неудобно смотреть вокруг, так как камера на одном плече загораживает обзор с одной стороны. Но при этом положении получается стандартная съемка. И, конечно же, пятое положение. Мы поднимаем камеру вот так. Итак, если вы одновременно используете все эти положения на протяжении всей съемки, то вы увидите, что ваша креативность и разнообразие съемки повысится довольно быстро. Если вы будете использовать эти комбинации с приемами системы Валда, как я ее называю, ваша креативность возрастет в десятки раз. Давайте далее рассмотрим приемы системы Валда. На протяжении долгих лет я искал легкие пути для обучения профессиональных видеооператоров, чтобы они были еще креативнее в работе. Знаете, это не просто так, как вы на работе. Вы сильно устаете и думаете, как я смогу стать более креативным. И когда вы приходите к таким выводам, то вспомните одно очень простое слово, и тогда вы станете намного креативнее. Это слово Валда, которое состоит из шести пунктов. Я сейчас объясню вам, что именно это означает, и как оно поможет вам стать более креативным. Итак, первый пункт. Съемка с использованием широкоугольных объективов. Но это не означает, что вы должны снимать все съемки с широкоугольным объективом, чтобы они были креативными. Это просто означает, что многие креативные съемки уже сделаны с использованием широкоугольного объектива, и в большинстве случаев камеру подводили близко к объектам. В этом положении вы сможете получить перспективу изображения, которые вы в большинстве случаев не можете получить при наезде камеры. Вторая тема, о которой бы мне хотелось рассказать вам, это ракурсная съемка. Профессиональные видеооператоры в сфере телевещания часто используют ракурсную съемку, когда снимают вывески, людей, здания и другие объекты. Если вы стремитесь к креативности, то я хочу, чтобы вы подумали о ракурсной съемке. Ракурсная съемка добавляет трехмерное изображение при перспективе изображения, которое кажется двумерным по телевизору. Удивительно, сколько людей называют себя профессионалами, но при этом пренебрегают съемками при нижнем ракурсе. Я покажу вам сейчас, о чем я говорю. Такой ракурс означает вот это. Профессиональные видеооператоры в сфере телевещания применяют этот ракурс всегда, при каждой съемке, которую производят. Почему? Потому что с добавлением перспективы они тем самым придают изображению какие-то особые черты, характерные при этой съемке, делая тем самым съемку более креативной. В своей следующей работе используйте съемки при нижнем ракурсе, чтобы представить зрителю интересные перспективные изображения. Панорамные съемки — это одни из моих любимых. Они позволяют вам соединять два объекта с разными значениями на одной и той же картинке. Как вы видите, это здесь. Панорамные съемки хороши тем, что вы можете всегда охватить все в течение одной съемки. Также они позволяют вам объединять объекты в одной съемке и производить впечатление на зрителей. Иногда это делается при панорамных фокусах, либо при отъезде камеры. Панорамные съемки используются в передачах всегда. Все зависит от вас. Если вы профессиональный видеооператор, то вы сможете использовать эти панорамные съемки, как пожелаете. Совсем другое дело, если вы будете суперкреативными и станете использовать съемки, в которых передается глубина изображения. Такие съемки — это когда вы ставите объект на заднем плане вне фокуса или снимаете при низкоугольном ракурсе, чтобы передать глубину изображения. Глубина изображения является тем важным фактором, который и приводит вас к креативности. Поскольку опять-таки речь идет о двумерном изображении, которое появляется на телевизионном экране, а вы пытаетесь сделать изображение трехмерным. Поэтому, когда вы думаете о креативности, задумайтесь и о съемках, которые передают глубину изображения. Съемка с обратной точки — это просто противоположность того, что вы обычно снимаете на видеокамеру. Если вы снимаете с нулевой отметки, то это могут быть съемки с большим ракурсом, либо с обратной точки. Это может быть большое количество разных съемок, которые были сделаны необычно. Суть креативных съемок с обратной точки состоит в том, чтобы зритель видел разные ракурсы. Вы можете задавать множество разных новых перспектив изображения. Принцип съемок с обратной точки для начала сложно понять, но чем больше таких съемок вы будете осуществлять, тем легче вам будет понять, что они из себя представляют, и как использовать их, чтобы стать более креативным. А теперь давайте рассмотрим пример, как используется прием системы Валда при снятии на видеокамеру. Представьте, что вас наняли, чтобы сделать съемки небольшого аэроплана в аэропорту. Некоторые видеооператоры снимают обычные скучные съемки. Но вы, как люди, знающие технику Валда, сможете заинтересовать зрителей своими съемками. Так давайте же посмотрим, как профессиональные видеооператоры делают эту съемку. Субтитры создавал DimaTorzok Создать свою собственную усовершенствованную технику для съемок на видеокамеры — это просто. Существует три основных момента. Во-первых, идея ваших съемок. Мы подробно рассмотрим ее позже. Во-вторых, использование одного и нескольких креативных форматов из системы Валда. В-третьих, это положение камеры с первого по пятое. В качестве приема мы хотим показать вам съемки барбекю у озера. Ничего не подстроено. Все настоящее, даже бутылка, которую мы поставили, для создания хорошей композиции. Обратите внимание на другие настоящие подлинные элементы на этом кадре, такие как земля, огонь, вода, ветер и, конечно же, еда. Обычно видеооператоры при съемке на ярком фоне используют или отражатель, или функцию камеры Backlight для подсветки переднего плана. И в результате они предлагают забыть о фоне, чтобы съемки казались более искусными. Но видеооператоры-профессионалы, снимающие передачи всегда, используют яркий фон в качестве креативного элемента, чтобы сделать изображение намного ярче, уменьшает регулировку диафрагмы до тех пор, пока передний план не станет темнее. Эти кадры преимущественно сняты на ярком фоне при первом, втором и третьем положениях камеры и сняты в креативных форматах с использованием широкоугольного объектива, ракурсной съемки и нижнего ракурса. Если вы желаете все-таки стать лучшим профессиональным видеооператором, тогда вам нужно начать использовать съемки с отражением. Если вы не используете подобные съемки сейчас, то пришло время перемен. Вы не использовали их, потому что не знали, насколько это важно при производстве видеопродукции. Видеооператоры-профессионалы из других стран используют их все время, потому что существуют две основные категории съемок. Съемки с обратной точки и панорамные съемки. Плюс к этому они придают дополнительную глубину и перспективу изображению во время съемок. Попытайтесь в следующей своей работе объединить хоть одну такую съемку с отражением с общими съемками. Использование съемок, где персонаж выходит из кадра, является моим самым любимым занятием. Это не просто съемки, а переходы в другой кадр. Они просто позволяют объекту быть вне кадра и как бы становиться тем элементом, который переходит из одного кадра в другой. Вот вы снова видите, как объект выходит из кадра и переходит в другой кадр. Такое проделывается все время в сфере телевещания, и поэтому все зависит от вас, стоит ли делать такие съемки. Поэтому не всегда осуществляйте панорамные съемки, когда объект попадает в поле вашего зрения. Иногда пусть объекты находятся вне поля вашего зрения, поскольку это даст вам прекрасную возможность сделать переход в следующий кадр. Техника таких съемок рассматривается как одна из основ. Именно владение ею отличает профессионального видеооператора от непрофессионального. Лучший способ овладеть этой техникой — это попытаться вне вашей основной работы взять свою камеру, пойти в центр города и попрактиковаться там пару раз. Когда вы научитесь снимать так, то, возможно, скоро примените эту технику и в своей основной работе. Если я вижу какой-то кадр по телевизору, я записываю его на видеомагнитофон, а затем останавливаю кадр и пытаюсь сделать наброски, либо распечатываю этот кадр на принтере. И вот у меня в руках оказывается снимок кадра в том ракурсе, который мне понравился. Если я стремлюсь стать креативнее, то я приношу этот снимок, показываю видеооператору и говорю, мне нужно снять кадр под таким ракурсом. И видеооператор снимет меня под таким же ракурсом, как здесь. Это великолепный способ применения любого ракурса. В своей работе, как мы проделали это сейчас. Вы берете какой-то кадр из видео по тем ракурсам, которые вам нравятся, и делаете наброски, как умеете. А затем этот же ракурс вы можете применить в своей работе. Можете предложить другие идеи. Можете предложить эту идею ракурса своему видеооператору и рассказать, что именно вам нужно. Когда вы снимаете внутри здания, обычные видеооператоры забывают использовать съемки с дверными косяками. Видеооператоры-профессионалы используют съемки с дверными косяками все время, чтобы создать эффект присутствия, словно вы находитесь внутри помещения. Хорошо, когда у вас в кадре объект. Ну а как насчет того, чтобы в кадре был виден и дверной косяк? Такие съемки всегда используются при съемке телепередач. Вот этот кадр без дверного косяка. А вот кадр с дверным косяком. Конечно, такой прием не нужно использовать при обычных съемках, всегда. Но время от времени его можно использовать вместе с обычными съемками, так как они создают впечатление трехмерного изображения. Ваша профессия — видеооператор, и вы должны быть лучшим видеооператором. Для этого требуется практика, умение учиться у других людей и пытаться стать лучшим. Вы можете стать таковым благодаря креативным съемкам с камерой. Вы знаете, что когда приезжает какая-то звезда, то первым на работу вызывают видеооператора. Вы первым приезжаете по заказу к своим клиентам, потому что каждый скажет, «Эй, это Джо Смит, он лучше в своем деле». Или «Это Мэри Джонс, она лучший видеооператор». И так как вы лучше в своем деле, то на вас найдется парочка видеооператоров, которые будут завидовать вам и ворчать. Почему вся работа достается ему? Почему он думает, что так уж хорош в своем деле? Это нормально, вы должны смириться с этим, потому что есть и другие люди, которые придут к вам и скажут, «Это прекрасно, мне так нравится ваша работа». Трудно в это поверить, но очень многие видеооператоры в нашей стране не используют съемки с переводом фокуса. Здесь вы видите простой прием, над которым можете попрактиковаться. Поместите задний план на дальнее расстояние, а затем наедьте на него, поймайте кадр и, двигая вперед и назад фокальное кольцо, переводите фокус между задним и передним планом. В большинстве случаев такой прием используется в съемках-передачах, во время каких-либо встреч в барах, где можно использовать перевод фокуса на переднем плане. Он используется между двумя объектами, между вывесками здания. Перевод фокуса используется всегда при съемке телепередач. Вам нужно попрактиковаться в этом, и поэтому я хочу, чтобы вы остановили эту видеозапись и пошли снимать, используя этот прием. Попрактикуйтесь над ним и посмотрите на свой результат. Также у вас в камере должен быть встроен ND или светофильтр с нейтральной плотностью. А если его там нет, то приобретите его в любом специальном фотомагазине, всего за 5-10 долларов. Это облегчит съемки с переводом фокуса, поскольку он будет сокращать количество света, направленного на камеру. Субъективная съемка Субъективная съемка осуществляется с переднего ракурса объекта. К примеру, этот водитель автомобиля или это чашечка кофе. Субъективная съемка является секретом видеооператоров, отмеченных наградами, но они не часто им делятся. Эти съемки дают вам обзор как бы глазами вашего объекта и тем самым привлекают интерес зрителей. Эти съемки попадают под другой пункт в системе Валда — съемки с обратной точки. Эти съемки производят лучший эффект, когда используются между стандартными кадрами съемки вашего объекта, как в этом случае с этим ребенком, которого зовут Оливия. Вот субъективная съемка, а вот мы возвращаемся к стандартным съемкам. Субъективная съемка используется множество раз видеооператорами и профессионалами, причем в разных случаях. Суть этих съемок в том, что они могут производиться как с людьми, так и с неодушевленными предметами. Таким образом, в следующий раз в своей работе попытайтесь включить субъективные съемки в свои обычные съемки. Вот несколько разных примеров. Эти субъективные съемки вы можете применить в своей работе. Когда мы начинали этот видеокурс, то мы решили, что съемки лучше осуществлять в спокойном, тихом месте за городом. Поэтому на пару дней мы выехали из города в прекрасное место, находящееся в 50 километрах от города. Я взял с собой видеооператора, отмеченного наградами, Джо Карию. Мы выбрали озеро Уошита в национальном парке, потому что там живописные пейзажи, и там стоят коттеджи с видом на прекрасное озеро. Мне всегда нравится работать с Джо, поскольку он не только хороший видеооператор, но и хороший друг. Вы прошли достаточно, а теперь настало время для самопроверки. При просмотре последнего раздела о путешествии на озеро А. Вы увлеклись сюжетом? В. Вы делали заметки о разных съемках и ракурсах. И. В. Или ели бублики. Если вы выбрали пункт В, то вы ответили правильно, и можете перейти к следующему разделу. Если вы выбрали пункты А и В, то настало время выучить специальный прием, как видеооператоры смотрят телевизор. Привет. Меня зовут Энни. Меня так вдохновляют все эти вещи, которым я обучаюсь. Я выучила, как смотреть телевизор. Раньше я не выдерживала этого процесса, а сейчас это так просто. Итак, у меня в руках три пульта. Вот этим вы включаете телевизор. Вот этот вы должны обязательно включить, так как через него включается вся система. А затем вновь взять этот пульт, чтобы включить видеомагнитофон. Затем они будут работать параллельно. А если вы хотите переключать на разные каналы, то вы нажимаете на этот пульт. Но я им не пользуюсь. А вот этот пульт... Энни, Энни. Это не то, что нам нужно для того, чтобы правильно смотреть телевизор. О! На многих художественных кадрах вы наблюдаете за тем, что делает актер, и не можете понять, как он это делает. Но с помощью видеозаписи вы можете смотреть и видеть, что у вас перед глазами. Это совсем не то, что вы пытаетесь понять какой-то волшебный секрет. Вы можете учиться правильно смотреть телевизор каждый вечер, размышляя, почему видеооператоры берут в руки ручку с бумагой и делают себе заметки. Видеооператоры, отмеченные наградами, видеооператоры-профессионалы, как я уже говорил, делают это постоянно, даже несмотря на то, что они работают в этой сфере многие годы, поскольку знают, что всегда могут научиться чему-то большему. Это так просто, смотреть телевизор каждый вечер, и к тому же бесплатно, и вы увидите, какое преимущество это даст вам. Многие видеооператоры не получают от этого преимуществ. На это есть простая причина. Они просто не отвлекаются от сюжета истории. Вот в этом и состоит большой секрет. Когда вы смотрите телевизор, фиксируйте все приемы. Во-первых, возьмите ручку с блокнотом. Во-вторых, не вдавайтесь в сюжет истории, а фиксируйте только методы использования камеры. Например, хорошее видео, директировка, редактирование и так далее. Но вы увлеклись сюжетом и опустили из виду какие-то моменты и разные технические приемы с камерой и тому подобное. Это нормально, поскольку на это способны только видеооператоры. Вы лишь должны отвлечься от сюжета и просто смотреть на разные технические приемы, чтобы затем применить их в своей работе. Давайте теперь проведем краткий обзор съемок с разных ракурсов, которые мы рассмотрели. У нас есть съемки автомобиля с обратной точки. Съемка с отражением в лобовом стекле. Обрамление кадра листьями деревьев. Ракурсная съемка со стороны, которая также является нижним ракурсом. Съемка с использованием широкоугольного объектива и отражением в зеркале. Нижний ракурс с Джо. Субъективные съемки с автомобиля. Панорамные съемки с проселочной дороги на вывеску. Нижний ракурс из-под автомобиля. Съемки с верхнего ракурса из домика. Боковые съемки при проезде автомобиля к домику. Вы всегда можете применить съемки с пьедестала в своей работе с камерой. Видеооператоры-профессионалы телевидения используют их все время, просто держа камеру и делая высотные панорамные съемки, либо, как в этом случае, делать съемки при нижнем ракурсе. Такие съемки также используются вместе с панорамными съемками. Такие съемки могут использоваться все время съемок телепередач, и вы должны использовать их в своей работе. Съемки с пьедестала — это фишка видеооператоров-профессионалов. Многие съемки с пьедестала производятся с положения первого, второго, третьего и четвертого, либо с положения третьего, четвертого и первого. Одним из секретов видеооператоров-профессионалов являются листья деревьев. Они используют листья, деревья и разные объекты на переднем плане, тем самым придавая глубину изображению. Большой секрет в том, что они не всегда используют природную среду. К примеру, как это. Мы используем нечто подобное перед объективом камеры сейчас. Это придает нашему кадру некое обрамление. Вот, например, Джо может убрать ветку с листьями из кадра или вновь ее поднести. Посмотрите, получается мгновенное обрамление кадра. Вы видите, что использование обрамления до и после сильно меняет изображение. Если вы находитесь в какой-то местности, где есть зелень, и хотите использовать обрамление, то я рекомендую вам осмотреться вокруг и присмотреть нечто подходящее к этой зелени. Я также рекомендую пойти в магазин, где продают растения и цветы, и прикупить некоторые из них. И пусть они будут у вас в машине всегда. Так как при какой-то ситуации вы захотите придать обрамление изображению и добавить перспективу. Либо идите в то место, где есть много зелени, сорвите веточку дерева и добавьте обрамление кадру. Интересная вещь произошла в середине 90-х. Независимый, простой видеооператор, у которого не было большого бюджета, в итоге смог обучиться приемам, которые повысили его бюджет. Он использовал такие вещи, как видеотостер, микшеры AVE-5, MX-50, MX-1. Когда у него появились эти микшеры наряду с техникой для спецэффектов, то это позволило этому простому парню делать то, что делал видеооператор-профессионал. У профессионала было преимущество перед простым видеооператором какое-то время. Но потом, когда простой видеооператор стал делать такие же эффекты, как и профессионал, тогда профессионал взял реванш в конкуренции с простым видеооператором, перестав использовать такие же эффекты. Итак, если сейчас вы смотрите нас, то наверняка заметили, что все это ушло в прошлое, начиная с создания основных эффектов вместе с производством фильмов, пресных кадров на черном фоне с использованием титров. К примеру, самое простое — белые буквы на черном фоне. Поэтому изучение современных методов съемок на камеру важно как никогда раньше. Современные методы съемок не выходят из моды. Эффекты могут выйти из моды. Титры могут выйти из моды, но хорошая съемка на камеру никогда не уйдет из моды, поскольку цифровое видео становится более распространенным. Мы также видим преобладание видеооператоров-профессионалов в этой сфере. Они снова и снова создают рекламные ролики, делая их черно-белыми, зернистыми, динамичными, либо окрашенными в желтый цвет. Они делают разные сумасшедшие вещи, чтобы отличаться от простых независимых видеооператоров, которые работают на поддержанном оборудовании. И помните, что все зависит от хороших съемок на камеру, и тогда вы не сможете уже ошибаться. Такие съемки начинаются снизу, а затем камеру поднимают вверх, то есть двигают камеру с первого положения в четвертое, как показано здесь. При съемке стандартных телепередач вы можете использовать штатив, либо просто держать камеру в руках. В некоторых случаях вам нужно спрашивать разрешение у людей, которых вы снимаете, чтобы сделать панорамную съемку снизу вверх. Многие видеооператоры смотрят эти съемки, знают о них, но удивительно, как они мало используют их. Итак, ваша следующая задача — используйте в своей работе такие панорамные съемки снизу вверх. Собравшись после поминальной службы, мы решили использовать съемки с окнами, чтобы получить другую перспективу изображения этого кадра. Видеооператоры знают цену съемкам с окнами и используют такой тип съемок с обратной точки, когда это только возможно. Ваша следующая задача — это осмотреться вокруг, поискать, где находятся окна, и присмотреть такие места, где вы сможете включить съемки с окнами в свою видеосъемку. Прошу помнить, что наезды камерой на объект бывают разными. Когда вы наезжаете с определенного расстояния, то вы не только создаете изображение, но также показываете глубину и перспективу изображения, то есть тот ракурс, который вы получаете между объектом сбоку и объектом, который находится спереди от вас. Итак, когда вы снимаете, я всегда говорю видеооператорам, когда обучаю их, фиксируйте камеру с использованием широкоугольного объектива и наезжайте как захотите. Если вы снимаете свадьбу или какие-то торжества и начинаете петлять, то это совсем другое дело. Но если вы в такой ситуации, где наезжаете крупным планом, тогда будет чувствоваться разница. Это местная группа телевизионщиков. Обратите внимание, насколько близко они снимают. Вот кадр, на котором камера наезжает с расстояния. Вот тот же кадр, но камера снимает с близкого расстояния. У многих видеооператоров есть ошибочное мнение, что если подходить к объекту близко, то объект может посчитать это за оскорбление. И поэтому они наезжают с расстояния. Видеооператоры-профессионалы, когда это необходимо, используют для съемки камеру широкоугольным объективом и наезжают на объект. Они знают секрет, как осуществлять съемку с очень близкого расстояния без каких-либо помех. Мой друг и отличный специалист, видеооператор Джо Керри, объясняет это лучше меня. Когда вы говорите о гармонии в отношениях с людьми, то есть небольшая разница между гармонией в отношениях с людьми и смешиванием с толпой. Когда вы работаете с людьми, то прежде всего вы работаете с личностью. Люди окружают вас. Если при этом вы чувствуете себя комфортно среди них, то вы можете работать с ними, и это прекрасно. Но если вы не чувствуете себя комфортно, а боитесь оказаться назойливым, то вы и станете таковым, поскольку ваше состояние будет чувствоваться, и люди будут чувствовать себя некомфортно рядом с вами. Как вы чувствуете себя комфортно, выполняя свою работу видеооператора? Я, к примеру, чувствую себя некомфортно, когда подхожу близко к людям, и поэтому я стою в стороне. Знаете, вы можете быть как я, работать в качестве видеооператора заднего плана и также хорошо снимать. Посмотрите, у нас есть много таких операторов, которые зарабатывают себе на жизнь, снимая с расстояния. Но если вы хотите чего-то большего, то это уже звучит примерно так. Я ничего не имею против рыбы, но я не люблю рыбалку. Так и здесь. Вам нужно находиться там, где проходит действие, и, кроме того, быть его частью. Делать это от всей души и относиться со всей душой к тому, что происходит. То есть быть частью действия, полюбить людей, влиться в массу, а затем почувствовать то, что нужно людям. Например, некоторым людям нужно больше пространства. Если вы хотите приблизиться к человеку, то для начала вы должны знать, насколько близко вы можете подойти к нему, чтобы получить право войти в его личное пространство, и чтобы он мог почувствовать себя комфортно рядом с вами. Это похоже на танец или на нечто подобное. Когда вы идете на какое-то торжество впервые, то вначале вы просто присматриваетесь, можете ли вы подойти ближе к кому-то, или последует отторжение. При скоплении народа происходит то же самое, при том, что вам сразу дадут ответ, снимать или не снимать. Просто будьте раскованнее, расслабьтесь, снимите то, что нужно, и тут же уходите в другое место. Иногда мне нечего снимать, но порой я ловлю определенный момент и нахожусь там, где нужно. Я ухожу в сторону, если мне совсем нечего больше снимать. Цель этого — создать людям ощущение комфорта, дать понять, насколько вы не зациклены на них, а просто снимаете определенные моменты, и это очень важно. Таким образом, вы не вторгаетесь в чье-то пространство и не занимаете их время, но в то же время вы повсюду. При разговоре люди говорят друг другу, что видели вас, что вы находились рядом и снимали их. Они просто тоже хотят быть замеченными, они польщены, что на них обратили внимание. Следовательно, мы не должны бояться быть навязчивыми на общественных мероприятиях. Людям нравится видеть меня рядом с собой, потому что они говорят себе, «О, смотрите, он заметил меня». Знаете, многие скажут, что это не так, но люди хотят, чтобы вы были ближе к ним, поскольку это своеобразная форма одобрения. Я использую Джо в качестве натурщика. Никто не видит движений Джо. Вы видите кадр, где человек на берегу моря видит, как акула приближается к детям, и при этом меняется задний фон. Мы покажем вам, как это делается. Мы предлагаем вам использовать такую смешную вещь хотя бы иногда. Мы включаем светофильтр нейтральной плотности, предельно наезжаем на него и замечаем, что задний фон стал немного размытым. Мы снимаем Джо только с головы до плеч. Также мы можем немного переделать этот кадр, то есть будем ходить взад-вперед одновременно, а Джо сделает вид, что он удивлен. И вот, ого! Давайте попробуем еще раз. Помните, что это лишь практика. Мы делаем снова. Вот я отхожу назад, предельно наезжая на него. Я делаю это вручную, либо, если хотите, сделайте это автоматически. Вот вы смотрите на Джо и видите, что как будто какая-то акула плывет на него, затмевая солнце. Вы удивляетесь. Удивляетесь, и вот удивленный взгляд. Мотор. Давайте попробуем еще раз. Снимайте так до тех пор, пока у вас не получится правильно. И кадр не будет выглядеть хорошо. Хорошо? И вот кадр, он как будто смотрит на океан. Солнце темнеет. Он пугается, и вот... Существует множество других съемок с Джо. Попытайтесь запомнить вот эту съемку, чтобы использовать ее в своей работе, поскольку она сложна в применении. На этом примере кажется, будто бы поднос движется по отношению к экрану. На самом деле, никакой из этих предметов не движется, кроме камеры и наезда на объективе. Чтобы снять этот кадр, мы используем съемки задней части автомобиля, который едет назад. Мы также попробовали сделать это, двигаясь и в другом направлении. У меня в руках большая камера, но я также использую и маленькую камеру. Важно помнить, что в этом курсе неважно, какую камеру вы используете, так как получаются одни и те же съемки. Одна из наиболее часто используемых съемок это когда снимают объект на переднем плане, а фон подбирается так, чтобы он мог рассказать два сюжета в одной съемке. В любом случае, это называется комбинированными съемками. Под комбинированными съемками я подразумеваю те съемки, в которых рассказывается два сюжета на одной и той же съемке. На этом кадре нет никаких движений, а на этом кадре вы видите, что некоторые видеооператоры-профессионалы снимают часто только передний план. Если вы внимательно посмотрите на фон, то там обязательно будет что-то, связанное с основным сюжетом. Это действие связано с тем, что находится на переднем плане. Думаете, что это просто случайность? А я думаю, что нет. Видеооператор достаточно умен, чтобы выбрать такую позицию, где ему будет виден передний план с фоном. И тогда он будет снимать их, передвигаясь в нужном направлении. Либо он настолько опытен, что определяет людей или какие-то вещи на передний план и начинает передвигать их, как ему нужно, говоря, вы можете сесть вот сюда или подвинуться туда. Или переставлять неживые объекты, чтобы создать нужный ему фон. Либо видеооператор оставляет объект на переднем плане без движения и переходит к заднему плану, прося объектов заднего плана двигаться или просит их, вы бы не могли сесть вот так и потянуть флаг вот так или сделать вот это. Очень многие снимают передний план с тем, что происходит на заднем плане. Таким образом, когда сегодня вы будете смотреть телевизор, то обратите внимание на такие съемки, они будут встречаться вам снова, снова и снова. Вы увидите, что кадры заднего плана связаны с кадрами переднего. Именно это отличает обычного видеооператора от профессионального. Профессиональный видеооператор может производить такие съемки, которые не даются каждому. Смотрите на эти съемки, где на переднем плане рассказывается сюжет, а задний план связывается с этим сюжетом. Иногда в вашей карьере видеооператора возникают проблемы со съемками, музыкальных выступлений. Многие видеооператоры вначале устанавливают камеры, а затем беспокоятся о хорошей съемке одной из групп, которая начинает выступать. Секрет съемок музыкальных выступлений заключается в том, что вы организуете съемки как видеооператор и устанавливаете микрофонные стойки до начала выступления. Как вы уже заметили на этом видео, какой бы из кадров мы не вырезали во время съемки, вы можете увидеть разных выступающих музыкантов. Это потому, что прежде чем началось выступление, мы установили микрофоны так, чтобы никто из них не был загорожен, чтобы все были видны. Мы используем здесь три камеры. Эти камеры снимают с нижнего ракурса. Мы рекомендуем вам, если вы используете многокамерную съемку при съемке музыкальных выступлений, то одна из них должна снимать с нижнего ракурса, чтобы была хорошая перспектива. Давайте подведем итог. Вы устанавливаете микрофонные стойки до того, как начнутся выступления. Вы устанавливаете камеры так, чтобы получить съемки с разных ракурсов. Как вы видите, это здесь. При этом вы можете случайно сделать наезд, чего обычно мы не рекомендуем делать, хотя этот прием распространен при музыкальных съемках. Но если вы все-таки сделали наезды, то лучше сделать нарезки из одной съемки, где будут кадры с наездами. Единственный способ, каким я нарабатываю технику, это встречаюсь с видеооператором, и он разрешает мне находиться рядом во время работы. Я проделывал подобное множество раз, и это позволило мне приобрести очень, очень хорошие навыки. Все, что вы должны сделать, это пойти на местную станцию и спросить, кто здесь самый лучший видеооператор на этой местной станции. Либо вы должны поискать и найти более опытного видеооператора и спросить его, вы не возражаете, если я буду наблюдать, как вы работаете с камерой, если вы можете показать мне какие-то приемы. Сделав так, вы скоро удивитесь, как быстро вы улучшили и наработали технику с камерой просто благодаря руководству того, у кого действительно есть навыки работы с камерой. Несколько лет назад такой способ мне очень помог и я до сих пор делаю так. Я всегда учусь у профессионального видеооператора и говорю, о, а вот еще один прием, которому я могу научиться, а вот еще одна вещь, которой я тоже могу научиться. Это же сфера телевидения. Не бойтесь, найдите кого-то, кто работает на местном телевидении или кто занимается частными видеосъемками и разбирается лучше в этой области. Спросите этого человека, не можете ли выходить вместе с ним и сможет ли он показать то, что он делает. Многие люди, достигшие таких высот, не против поделиться своими секретами, потому что они знают, что если эта сфера разовьется, то это будет лучше для всех. 10 лет тому назад я получил хорошие навыки от моего отличного наставника, видеооператора-профессионала, ныне продюсера Дейва Ферри. Окружающие люди хотят научить вас многому. Это либо опытный видеооператор, находящийся рядом с вами, либо видеооператор студии новостей, который занимается этим вот уже 15, 20, 30 лет. Этот человек, который находится рядом с вами, станет вашим лучшим другом. Он обучит вас, если вы найдете к нему правильный подход и захотите обучаться у него без всяких усилий и без проблем. К примеру, этот человек работает в данной сфере уже 30 лет, а такие люди гордятся тем, что они делают, и вы должны понимать это. Он должен стать вашим лучшим другом, чтобы вы могли учиться у него. При этом у него должно быть желание обучать вас. В большинстве случаев эти люди не захотят вас обучать, пока вы сами не захотите этого. Вы выкажете им большое уважение, если будете говорить «Потрясающе! Это великолепный наезд!» А это классные съемки с пьедестала! Как вы это делаете? Как вы это делаете? Как я отношусь к съемкам под разными ракурсами? Я думаю, наше физическое зрение ограничено нашим собственным ростом и метр пятьдесят. Метр восемьдесят — это пределы нашего обзора. Таким образом, вы ставите камеру на пол и поднимаете немного видоискатель, ловите разные перспективы, изображения, объекты, которые находятся на уровне наших глаз при росте метр пятьдесят, метр восемьдесят. Вы можете видеть многое с нижнего ракурса. Мы можем видеть объекты под разными ракурсами. Иногда можно снять очень интересные вещи, держа камеру на плечах, не используя штатив, либо опустить камеру еще ниже. Многие вещи, которые я проделал, касались технической стороны съемок, где продюсеры или репортеры в основном задавали вопросы. Репортеры, я всегда уважал их, многих из них. Они знают, какой ответ хотят услышать при интервью. Они знают, какой задать вопрос, чтобы получить нужный ответ. Если человек не ответил на его вопрос в первый раз и не ответил на этот вопрос так, как того хотел репортер, то репортер задает его сотни разных способов, пока не получит тот ответ, который хотят услышать. Им приходится выражаться общими фразами и пользоваться разными уловками. Это своеобразное управление рассказом, направление его в нужное русло. Это так называется? Да, это своего рода управление. Вы направляете рассказ, когда пытаетесь добавлять в его речь свои слова. Это управление, если человек запинается при ответе один, два, три раза и вы пытаетесь заставить говорить его внятно. Хороший продюсер или хороший репортер предварительно проводит беседы с респондентом, они беседуют с ним по телефону до того, как тот придет в студию, чтобы понять всю картину и уяснить, что от него требуется. Работа репортера заключается в том, чтобы подготовить человека, который ни разу не снимался на камеру, поскольку тот будет немного нервничать и не сможет рассказать историю свободно, как рассказывал ее по телефону в первый раз. Как вы помните, в начале мы рассказывали о системе Валда, состоящей из шести пунктов. Мне больше нравятся съемки с обратной точки. Я люблю снимать вещи, на которые вы не обращаете внимания и не ожидаете их. Субъективные съемки это своеобразные съемки с обратной точки, которые мне нравится называть съемками изнутри. Съемки изнутри также используются профессиональными видеооператорами во всем мире. Вы можете имитировать съемки изнутри при помощи муляжей, либо снять их с настоящими предметами. Вот пример. Съемка изнутри, когда открывается холодильник. Для этого нужно установить маленькую камеру внутрь. Еще одна съемка изнутри, на которой открывается почтовый ящик. Или съемка изнутри при погрузке вещей в машину. Камера находится внутри. Вы можете снимать с настоящими объектами, установив камеру в холодильник. Либо, если ваша камера достаточно велика, сделать муляж и установить камеру внутри муляжной банки или в чем-то еще. Это современные методы съемок, но они не часто используются. Но когда уж они применяются, то нужно их использовать правильно. Они дают вам перспективу изображения с точки зрения определенного объекта. Итак, запомните, когда мы говорим слово «объект», то это не означает, что это обязательно должен быть человек. Это может быть и не живой предмет. Главная суть внутренних съемок заключается в том, что они снимаются изнутри объекта, чтобы дать вам разные перспективы изображения. Лучший способ понять внутренние съемки — это просто показать вам их, чтобы вы смогли понять, о чем мы говорим и какое отношение это имеет к вашей работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У видеооператоров-профессионалов есть секреты, которые многие начинающие любители-видеооператоры не понимают. Это съемки с верхнего ракурса. Итак, все знают, что из себя представляют съемки с верхнего ракурса. Вы просто взбираетесь на высоту и снимаете оттуда. Но как их снимать? Знаете, первое, что делают видеооператоры-профессионалы, прежде чем начать работать, это пробуют разные ракурсы. Они ищут такой ракурс, где был бы широкий обзор с высоты, который даст вам прекрасную перспективу и глубину изображения. Многие люди думают, что для таких съемок нет подходящего места. Но вы присмотритесь внимательно. Там могут быть высокие лестницы или холмы, ветки деревьев, на которые вы можете забраться, только не покалечите себя. Это может быть балкон, ступени, крыльцо, такие места, где вы можете снимать с верхнего ракурса. Секрет состоит в том, что вы должны понимать такие съемки и осматриваться вокруг. И тогда вы обнаружите, что в большинстве случаев вы сможете найти место, где будете снимать с верхнего ракурса, даже на крыше здания. Всегда смотрите, где вы можете сделать съемки с верхней точки. Например, вы можете снимать с высоты, стоя на экскалаторе, или с крыши высотного здания, снимать снаружи во многих местах. Видеооператоры-профессионалы применяют такие съемки всегда, каждую неделю в своих передачах. И сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели телевизор и нашли передачи, где используются подобные съемки. И когда вы поймете, насколько часто применяются такие съемки, то начнете их использовать. Единственный способ осуществлять их — это осматриваться вокруг, находясь в том месте, где вы снимаете, и выбирать особые места, в которых можно снимать с высокой точки. Даже если вы используете такие съемки один раз. Такие съемки придают красоту кадрам, которые вы пытаетесь создать, и с их помощью можно придать двумерному изображению трехмерность. Видеография — это единственная форма искусства, которую я знаю, где частью вашей работы является просмотр телевизионных передач. Просмотр передач является неотъемлемой частью ваших профессиональных занятий, поскольку это позволяет видеть множество изменений в информационной сфере. Знаете, когда я был ребенком, я мечтал о такой работе, чтобы я смотрел телевизор, а мне за это еще и платили. Я думал, что люди сошли с ума, но на данный момент моя мечта осуществилась. Просмотр телевизионных программ важен, поскольку происходит множество изменений, и вы должны знать о них. Например, в наше время в телевизионных программах больше всего используется юмор. Просто переключая каналы пультом, люди видят юмор в рекламах. В результате рекламы получаются очень смешными, в них больше сюжетов, быстрых фрагментов для того, чтобы привлекать ваше внимание. В рекламу пытаются включить разные спецэффекты. К примеру, делают так, чтобы изображение было зернистым, или часть его была вне фокуса. Главным образом изменения заключаются в том, чтобы сделать сюжет смешным, развлекательным, рассказывающим какую-то историю, чтобы вы захотели посмотреть эту рекламу словно передачу. Какое отношение это имеет к вам, как к видеооператору? Вы можете начать делать что-то свое, добавив немного юмора и несколько динамичных кадров, попытаться рассказать какие-то маленькие истории в сюжете. А лучшие из работ мне бы хотелось увидеть по телевизору. Главная суть, конечно же, заключается в том, чтобы вы взяли ручку или карандаш с блокнотом и записали туда все, что вы увидели. Те приемы, которые применяют профессиональные видеооператоры, вы можете пока не делать. Но если вы делали что-то из показанного, то это здорово. Вы можете узнать их и сказать себе, «О, когда-то я делал подобные съемки». Многие из вас помнят камеры с передающей телевизионной трубкой, когда запрещалось выставление объектива на солнце. В наши дни с цифровыми камерами никто не беспокоится об этом. И поэтому видеооператоры-профессионалы каждый день делают съемки для телевидения, в которых солнце оказывается на переднем плане и светит прямо сквозь объект. Если вы желаете быть профессиональным видеооператорами, то вы должны добавить такие съемки к числу своих навыков. Они не причиняют никакого вреда вашей камере, но добавят хороший штрих вашей съемки. Съемки лучше производить до 10 часов утра, либо после 3 часов дня. Как вы уже заметили, задний план находится вне фокуса. И на то есть причина, потому что Джо, наш видеооператор, аккуратно наехал на меня, и при этом он использовал светофильтр нейтральной плотности. Он просто навел фокус на меня, будучи уверен в том, что задний план останется на расстоянии. Такие съемки хороши тем, что отделяют ваш объект от фона, делая его более живым, привлекающим внимание, и при них получается хороший приглушенный фон. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы попробовали такие съемки при следующей своей работе. Нужно просто приложить немного усилий и постараться снять интервью с мягким фоном. Сделайте так, когда будете брать интервью у кого-нибудь. При этом объект, то есть человека, поставьте в определенное место и убедитесь в том, что задний план находится на расстоянии. Если вы можете использовать светофильтр нейтральной плотности, то наведите фокус на свой объект, и у вас получится хороший, приятный глазу мягкий задний план. Самыми моими любимыми съемками с переднего ракурса являются съемки объектов, располагаемых перед объективом. Такие съемки могут производиться с флоппи-дисками, с летающим диском и с пирогом. Суть таких съемок — это размещение объекта перед объективом. При этом объект не касается объектива, чтобы не повредить корпус. И вот вы идете вместе с камерой, чтобы донести объект до пункта назначения. Вы можете проделать это с летающим диском, с компьютерным диском, с тарелкой еды. Это так впечатляет и добавляет немного юмора вашим видеосъемкам. Такие съемки не производятся в большинстве случаев обычными видеооператорами. А вот если вы добавите подобные съемки в свой список разных съемочных трюков, то вы значительно повысите уровень съемок, которые производите. Зачастую многие видеооператоры приходят в наш офис и говорят, что умеют снимать. В этом случае я делаю обычно следующее. Если мне понравился человек, то я даю ему в руки камеру, обычную маленькую камеру, и говорю, не могли бы вы пойти вон туда и снять того человека за столиком? Сделайте несколько съемок с нескольких разных ракурсов, чтобы я смог увидеть, какой вы видеооператор. Это заставляет их обычно попыхтеть. Но в любом случае, они делают это. Когда я просматриваю их съемки, то замечаю многие вещи. Видеооператор-любитель, у которого нет достаточного опыта, снимает пару съемок всего при паре разных ракурсов, и у него получаются съемки среднего качества. Человек опытный, прежде чем прийти ко мне в офис, делает следующее. Он снимает с широкоугольным объективом, затем снимает человека, стоя позади компьютера, придавая изображению некую глубину. Производит съемку из-за плеча объекта, показывая монитор компьютера. А если у него еще больше изобретательности, то он снимает, переводя фокус между отражением этого человека в мониторе на самого человека. Он также может сделать съемки с верхнего ракурса, съемки с нижнего ракурса, может положить камеру на стол, выделив бумаги на переднем плане, чтобы получить съемки с нижнего ракурса прямо со стола. Он также может выйти на улицу и снять из окна, либо может зайти внутрь и включить в съемку дверной косяк, чтобы получилось обрамление кадра, при этом придавая глубину изображению человека, работающего за компьютером. Если я вижу все это, то я знаю, что это хороший видеооператор. Такую же технику вы можете использовать для того, чтобы проверить видеооператоров, приходящих к вам. Это так просто. Все эти технические приемы, которые я только что описал, видеооператоры-профессионалы используют все время. Нет никакой причины, чтобы и вам не использовать ее. Для этого не нужно никакой лицензии. Нет никакого экзамена, который вы должны были бы сдать для того, чтобы использовать ее. Эта техника находится в вашем распоряжении каждый день. Вы видите ее по телевизору. Наши требования. Снимайте необычные съемки и практикуйте эту технику. И однажды кто-то вручит вам в руки камеру и скажет, «Снимите мне вон того человека за компьютерным столиком. Вы сможете снять съемки с разных ракурсов». И они скажут, «Вот это да!» Этот человек знает свое дело. Меня постоянно удивляют люди, которые называют себя профессионалами, при этом не зная ничего о пообрамлении кадра. Это съемка пожара на улице без обрамления кадра, поскольку здесь нет глубины изображения. А на следующем кадре мы видим необработанный, отснятый материал. И вот Джо подходит ближе и снимает полицейского на переднем плане, добавив обрамление и глубину съемкам пожара и воды, которая тушит пожар. Как видите, даже портативная рация создает некое обрамление. Давайте посмотрим следующие кадры. А здесь на земле лежат шланги, обрамляя передний план. А вот здесь в стороне стоит столб, который тоже обрамляет передний план. Для обрамления кадра может использоваться все, что угодно. Если вы сегодня будете смотреть телевизор, то обратите внимание, видеооператоры, когда снимают передачи, все время используют обрамление кадра, потому что это придает впечатление трехмерного изображения на телеэкране, у которого изображение двумерное. Вот здесь столбы дыма, а также листья, а еще микрофонная стойка обрамляет кадр. А вот табличка. А здесь другой дорожный знак. То есть все элементы, обрамляющие кадр. Если вы будете снимать бутылку с клеем от фирмы Элмер или холст художника, то вы должны поискать вокруг вещи, которые будут обрамлять передний план. И если сегодня вы будете смотреть телевизор, то обратите внимание, что видеооператоры, снимающие телепередачи, постоянно используют обрамление кадра в съемках, чтобы придать глубину своей картинке, даже снимая людей, например, как вот этих двух женщин, находящихся на переднем плане во время съемок. Обрамление кадра используется все время при производстве телепередач. Ваша следующая задача — попытаться сделать съемки с обрамлением кадра, который вы не использовали прежде. Мне нравится ходить в кино, потому что благодаря просмотру фильмов вы можете научиться многим техническим приемам. В этой сфере искусства заняты лучшие кинематографисты страны, которые работают над созданием кинокартин. Они осуществляют такие съемки, о которых я иногда даже и не задумываюсь. И когда я вижу подобные вещи, то пытаюсь записать их или запомнить. Пару лет тому назад я и моя жена посмотрели фильм, который называется «Джуниор». В главных ролях снимались Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер. И там мы увидели великолепные съемки, когда объект подходит близко к экрану, и мы как бы теряемся в темноте, а затем он как бы выходит из экрана и отдаляется. Это просто потрясающие съемки. С тех пор я стал смотреть фильмы с такими съемками и смог применить эти приемы в нескольких своих работах. Таким образом, в следующий раз, когда вы пойдете в кино, пожалуйста, обратите внимание на разные видеосъемки и запомните одну из них, чтобы затем использовать ее в своей работе. Вы приобретете из этого видео еще один великолепный опыт. Это совершенно новый метод обучения других людей. Вы можете создать собственные курсы. Это я 8 лет тому назад, когда обучал группу людей старшего возраста. Видеокурсы назывались «Комкодер». Я не только освежил в памяти свои собственные навыки, но мне даже и заплатили, чтобы я их обучил. Вот здесь я вызываю добровольцев, чтобы продемонстрировать классу, как снимать маленьких детей. Хельга будет в качестве двухлетнего ребенка, а я — папа и мама в одном лице, с камерой. Итак, где будет находиться двухлетний ребенок? На полу. Верно, садитесь на пол. Доверьтесь мне и садитесь. Вы, наверное, думаете про себя. «О боже, зачем я пошла на эти курсы?» Итак, вот двухлетний ребенок сидит на полу, и вот дядя Джо наводит на нас камеру. Что происходит? Вот этот двухлетний ребенок сидит на полу, и я решаю снять своего ребенка двух лет. Что я делаю? Я подхожу к двухлетнему ребенку и делаю вот так. Что он чувствует? Что он будет делать? Я бы убежала. Верно. Да, он бы убежал. Вы видите, что произошло с вашим ребенком? А теперь посмотрите, что я буду делать, поскольку я хочу, чтобы вы понимали, что чувствует ваш ребенок, когда рядом с ним стоит человек с камерой. Смотрите, я поднимаю видоискатель, спускаюсь на уровень роста ребенка, включая запись. Снова немного приподнимаю видоискатель. Если у вас другой видоискатель, то вы можете его приподнять, как вам удобно. И начинаю снимать в таком положении. Как вы чувствуете себя, когда я снимаю вас вот так? Намного комфортнее, не правда ли? Намного комфортнее. При съемке маленьких детей очень важно не стоять над ними вот так. Потому что вы снимите только макушку их головы, и сверху голова будет казаться лысым пятном. Таким образом, это важно при съемке маленьких детей. Вы не должны пропустить ничего. Даже снимите выражение его лица. И вот, когда вы присядете на уровень роста ребенка, то прищурьте один глаз и смотрите на экран камеры. Либо вы можете поднять видоискатель, который у вас есть. У вас получатся прекрасные живые съемки, особенно когда ребенок станет дотягиваться до объектива камеры, чтобы дотронуться до него. Но вы можете время от времени передвигать камеру на себя. Вы можете не смотреть на ребенка, а смотреть на него через видоискатель. И в этом заключается большой секрет. Я широко раскрываю диафрагму объектива и снимаю масштабно, как дети переворачиваются на полу. При этом смотрите, чтобы камера не съезжала куда-то в сторону на бок. И тогда у вас получатся великолепные съемки. Некоторые люди, когда я делаю профессиональные съемки детей, говорят, «О, у вас получились потрясающие съемки с детьми!» Все съемки были сделаны при положении камеры на полу. Давайте поаплодируем нашему ребенку. Такие съемки включают в себя простые фрагменты съемки на камеру. Начинайте снимать ракурсной съемкой, а затем медленно наезжайте на объект и при отъезде вращайте камерой. Результат съемок — границу изображения выравниваются или выравниваются время от времени. Эти съемки сделаны при вращательном движении камеры, словно при головокружении, и в этом нет ничего страшного. Однако не злоупотребляйте подобными съемками, чтобы не вызвать у зрителей головокружение. Такие съемки производятся, когда вы находитесь близко к объекту, и если они приемлемы и удобны для вас. Такие вращательные движения пошли от молодежи. В основном они изначально применялись для музыкальных видеоклипов. Эти съемки должны использоваться в умеренных пределах, и только тогда, когда вы чувствуете себя комфортно при их просмотре. Давайте рассмотрим правильное и неправильное использование приемов при съемке рекламного ролика. Для начала рассмотрим неправильный прием. Творческий союз студентов и искусствоведов при местном колледже Гарлема представляет ежегодный проект, в котором может участвовать каждый. Это день приклеивания монет на старые автомобили. Стань участником нашего проекта, и каждый увидит тебя. Мероприятие по склеиванию монет начинается с 10 часов утра до 6 часов вечера в эту субботу, 6 мая, в Орлингтон парке. Вы принесете с собой монеты, а мы обеспечим вас клеем. Помогите превратить старое авто в Линкольн. Придите просто посмотреть и позабавиться в эту субботу с 10 до 6 часов вечера в Орлингтон парк. А теперь давайте посмотрим ту же рекламу, только с использованием профессиональных методов, которым мы научились из этого курса. Творческий союз студентов при местном колледже Гарлема представляет ежегодный проект, в котором может участвовать каждый. Это день приклеивания монет на старые автомобили. Стань участником нашего проекта, и каждый увидит тебя. Мероприятие по склеиванию монет начинается с 10 часов утра до 6 часов вечера в эту субботу, 6 мая, в Орлингтон парке. Вы принесете с собой монеты, а мы обеспечим вас клеем. Помогите превратить старое авто в Линкольн. Придите просто посмотреть и позабавиться в эту субботу с 10 до 6 часов вечера в Орлингтон парк. Пожалуйста, выберите для себя время и посмотрите эту рекламу еще раз. И сделайте обзор, какие типы съемок мы использовали здесь. Я почти уверен, что это единственный вид съемки, который вы не используете сейчас, но видеооператоры-профессионалы используют его на телевидении всегда. Это съемки при перешагивании через камеру, стоящую на земле. При таких съемках камера устанавливается на земле и даются инструкции вашим объектам о том, чтобы они прошли по одну или по обе стороны от камеры. Вы можете снимать как приближение объекта к камере, так и удаление от нее. Такие съемки используются на телевидении все время. Это классические съемки, которые вы можете использовать для того, чтобы улучшить навыки своей работы с камерой. Вы не можете это проделать с одним человеком, просто идущим или бегущим. Это прием для массовых съемок, к примеру, съемки с велосипедистами, проезжающими мимо, или с группой людей, поднимающихся по лестнице. Попрактикуйтесь и внесите эти съемки в ваш список приемов. Применяйте их в своей работе. В ходе работы мне приходится общаться со многими видеооператорами нашей страны. Многие из них присылают мне записи своих видеосъемок. Это неплохие съемки, но о них можно сказать, что это обычного видеооператора. И когда я спрашиваю их, почему они не расширяют свой опыт работы с камерой, почему они не делают разные креативные вещи, эти люди обычно дают мне три или четыре оправдания. Первое оправдание. Я использую штатив самой лучшей марки. И так, как мы все знаем, штатив ограничивает вас в создании съемок, ограничивает количество движений. Штатив важен как инструмент и где-то даже необходим. К примеру, есть ситуации, в которой любое лишнее движение камеры будет сбивать с толку зрителя и отвлекать от сюжета. Например, при интервью президента Клинтона вы не увидите, что камера ходит туда-сюда, вместо того, чтобы стоять зафиксированной, так как все внимание должно заостряться на объекте. Но когда вы снимаете что-то подвижное, какое-то действие, которое постоянно меняется, к примеру, группу людей, то хорошие съемки получаются, когда камеру держат в руках, так как вы никогда не знаете наперед, что произойдет. И поэтому вы должны быть готовы ко всему. Подобные съемки дают вам возможность снимать с большого угла, подойти очень близко и увеличить перспективу, благодаря которой съемки бывают очень динамичными, эмоциональными и качественными. Благодаря таким съемкам вы всегда можете отъехать назад и снять объект или человека в какой-то момент, какое-то красивое лицо с правильно падающим светом. Но при съемке со штатива вы не сможете осуществлять съемки с нулевой отметки, с высокого ракурса, двигаться с камеры, так как вы прикованы к одному положению. Таким образом, вы видите, съемки обычного события с одного положения, то есть со штатива, это все равно, что попытаться сочинить с помощью одной ноты инструментальную пьесу, и я не думаю, что это легко сделать. А вот второе оправдание. Они говорят, я самоучка, и у меня свой стиль. Это почти похоже на сочинение песни, где автор использует свой собственный алфавит. Разные стили приходят из совмещенных разных навыков, которые мы приобретаем в разных местах. То же самое есть и в музыке, и в других формах искусства. Конечно, у вас должен быть свой стиль, но это не стиль, а всего лишь совмещение разных вещей. Поэтому это слишком уж громко сказано, что у вас свой собственный стиль. Ваш стиль — это просто обычный, и он не поможет вам в будущем, в частности, в видеооператорском деле. Третье оправдание. Люди говорят, знаете, до сих пор не было жалоб. Моим клиентам, кажется, нравится моя работа. Я отвечаю им, вы слышите там жалобы, если идете в Макдональдс или в какой-то другой ресторан фастфуд? Все зависит от ожиданий клиента. Многие ваши клиенты могут просто не позвонить вам больше. Они просто пойдут к другому или сравнят то, что вы наснимали, и то, что наснимал другой видеооператор, и наймут вместо вас другого. Почему они поступят так? Потому что вы не так креативны, как другой. Другой видеооператор стал креативным, так как ему не стоила эта креативность ни денег, ни оборудования. У него просто есть мозги, которые он применил в своей работе, и возможность безграничных способностей и практики вне своей работы. Прежде чем продолжить видеокурс, остановитесь и разберите правило третьей линии, которое вы видите здесь. Правило третьей линии состоит в том, чтобы мысленно разделить видеоискатель на клеточки по схеме игры крестики-нолики и кадрировать изображение так, чтобы основные элементы попадали на эти линии или в пересечении линий. Видеооператоры-профессионалы знают о правиле третьей линии и используют его всегда. Давайте рассмотрим, как оно применяется при съемках интервью. Расположите сетку таким образом, чтобы глаз объекта находился ниже двух верхних пересекающихся точек. Давайте рассмотрим примеры, чтобы было легче понять это правило. Давайте рассмотрим пример на объекте, который находится в поле зрения. Наносим на него схему, крестики-нолики. Вы видите круг, который представляет собой зону, куда обычно попадает глаз. Глаз может оказаться как сверху, так и снизу пересекающейся точки. Чем больше интервью вы будете снимать, тем понятнее станет для вас это правило, и вы уже интуитивно будете чертить условный круг сверху или снизу на пересекающейся точке. Запомните, это единственное правило из правил видеокурса, которое почти всегда нарушается. Оно может стать полезным принципом для вас, когда вы будете начинать съемки интервью. Многие видеооператоры знают, что съемки сбоку и под углом придают изображению большую глубину и перспективу. Но только некоторые из видеооператоров знают о маленьком трюке, который вы можете применить в своей следующей работе. начните съемки с отъезда из-под вывески, а закончите съемки переднего плана вывески в ее полную величину. сегодняшнее ваше домашнее задание это посмотреть последний сюжет в выпуске вечерних новостей. В последних сюжетах вечерних новостей обычно используются документальные и юмористические фрагменты, в которых видеооператоры и профессионалы показывают свою лучшую технику. Если вы возьмете ручку с листом бумаги и запишите все, то вы заметите, что многие из этих сюжетов сняты с использованием широкоугольного объектива, ракурсной съемки нижнего ракурса, панорамной съемки переднего плана и съемок с обратной точки. Также вы усвоите для себя некоторые идеи, о которых даже не знали прежде, и сможете применить их. Таким образом, посмотрите сегодня вечерние новости, в особенности последний сюжет с документальными или юмористическими фрагментами. А также обратите внимание, что все они креативно сняты и используются видеооператорами всегда, в отличие от вашей практики. Но вы сможете использовать их в будущем. Идите ко мне. Медленно. А теперь проходите мимо меня. Проходите мимо, как будто меня здесь нет. Мотор. Готов? Мотор. Хорошо. Не бойтесь готовиться к съемкам. Что я имею в виду под этим? Просто расставьте людей так, чтобы ваши съемки получились немного лучше. Вы не можете потратить несколько дней, чтобы снимать кого-то так, как вам надо. Прежде чем начать съемки, вам нужно передвинуть кого-то вправо или влево, чтобы солнце светилось сквозь них. Или пристроить кого-то позади. Это нормально. Знаете, видеооператоры-профессионалы делают так всегда. Они говорят, вы можете немного подвинуться влево. Хорошо, пройдите вот сюда, сделайте вот это. А некоторые из видеооператоров говорят, я не смогу сказать такое, так как испорчу настроение человеку. Ничего подобного. Вы просто подходите и говорите, эй, послушайте, мне надо, чтобы вы оказали мне любезность. И встали вот так. Просто сдвиньтесь немного сюда. Вы сидите здесь. Скажите что-то в этом роде. И вы удивитесь, как простая перестановка во время съемок сделает съемки лучше. Ведь даже фотографы всегда делают так. Они постоянно распределяют людей перед фотосессией. И иногда мы, видеооператоры, думаем, что для нас это своего рода табу. Что мы не должны так поступать с людьми. Но вы должны понимать, что это обычное распределение перед съемками. Так делать нормально. Потому что если вы будете делать перестановки, то люди, когда будут смотреть видеозапись, обязательно вспомнят, о, этот парень тогда подвинул меня чуть-чуть влево, а тогда чуть-чуть вправо. Им запомнятся хорошие съемки. Смотрите просто на машину. Просто засуньте руку в пластиковую посуду и возьмите несколько монет. Погремите ими. А теперь берите в руки. Великолепно. Спасибо. Вы продолжаете клеить, а я буду снимать снизу. Просто смотрите на ту улицу. Не обращайте внимания на меня, будто бы меня здесь нет. Вы можете встать так, как стояли вон там, чтобы придать глубину резкости этому кадру. А теперь уходите из кадра. Вот в кадре нет никого. Хорошо. Здесь никого нет, и никто не смотрит, так что вы можете сказать все, что угодно. Хорошо, встаньте немного ближе. Великолепно. Ведите себя так, как будто вы любите друг друга. Мотор. Здорово. Еще ближе. Хорошо. Да, еще пару секунд. Просто здорово. Ребята, вы просто потрясающие. Спасибо вам. Посмотрите немного на небо. Я знаю, что трудно смотреть на небо, поскольку солнечно. Но я обещаю вам великолепный кадр. Мотор. Улыбнитесь, подарите мне хорошую улыбку. Мотор. Хорошо. Я знаю, что это сложно при таких условиях. Смотрите на клавиатуру. Пожалуйста. Простите. Смотрите в монитор, пожалуйста. Мотор. Улыбайтесь. Подарите мне улыбку. Просто замечательно. Профессиональные методы могут казаться непрофессиональными, если снимать съемки как видеооператор-любитель. Это делается просто. Вы снимаете, наезжая и отъезжая камерой, при этом вращая камеру немного вокруг, снимая под наклоном в 45 градусов, двигая камерой вперед и назад, влево и вправо. В действительности для таких съемок должны быть навыки, если вы действительно профессионал своего дела. Такие съемки производят впечатление любительских для домашнего просмотра. Многие видеооператоры знают об использовании видео из нарезок, которые создают максимально эффектные съемки. Но немногие знают об использовании четырех и более нарезок подряд, чтобы ваше видео было более захватывающим, создавало чувство предвкушения, либо плавно перетекало в последующий кадр, чтобы вызвать тот же самый эмоциональный эффект, какой получается при субъективных съемках. Вы можете добавить такие нарезки при видеосъемке, либо можете распределить их последовательно друг за другом для последующих съемок. Более того, в следующий раз, когда вы будете снимать какое-то событие, попробуйте наснимать много нарезок, сколько сможете, и тогда вы увидите, насколько эффектными будут ваши съемки, если вы объедините все нарезки в одной последовательности. Для изучения следующего специального курса мы настоятельно рекомендуем использовать штатив. Первый переход — сценический переход. Когда вы наезжаете на лицо человека, снимаете лицо крупным планом, а когда отъезжаете, то видите, что человек находится в совершенно другом месте. Эти кадры сделаны из нарезок съемки, которую осуществляли на улице. Так же делается и при съемке с переходом на небо. То же самое. Вы фиксируете камеру на объект, наезжаете вместо лица человека на небо, и когда отъезжаете, то оказываетесь совершенно в другом месте. Мы посмотрим это еще раз, только на этот раз мы не будем использовать для съемки широкоугольный объектив. Тот же эффект. Мы снимаем небо, а когда отъезжаем, то оказываемся в другом месте. Такой трюк можно проделать при помощи цифрового микшера, но в данном случае это сделано из обычных нарезок. Следующий переход — это вращающийся панорамный переход. Берете штатив, фиксируете его в определенном месте. И что мы делаем с рукояткой штатива? Просто вращаем рукоятку и отводим камеру от первого кадра и переходим на второй фрагмент кадра. Мы покажем вам, как мы достигли такого эффекта при замедленном действии. Мы начнем с первого кадра. Помните, что это требует практики. Крутить часть штатива. И заметьте, что прямо вот здесь мы добавили нарезки с зеленью. Потом вернулись к той сцене. Вы видите, что мы продвинулись немного вперед. Там есть зелень. А вот новая сцена, которую мы совместили с прежними. Когда вы совмещаете такие сцены, нужна небольшая практика, чтобы затем остановить камеру на объекте. И как вы видите, штатив замедляет вращение, изображение становится четким, и вы фиксируете камеру на второй сцене перехода. Посмотрите на это еще раз. Это все, что требуется сделать. Следующий переход называется фокусным переходом. Это съемка фрагмента вне фокуса, причем целенаправленно. При этом камера направлена на границы фрагмента. И помните также, что нужно подобрать подходящий фрагмент, чтобы вы смогли наехать на него и сделать фокусным переход на этот фрагмент. Если вы пошли на работу и вышло так, что сегодня вы не готовы к работе или у вас отсутствует креативность, без паники, для начала вспомните систему Валда, которая состоит из шести пунктов. Съемка с использованием широкоугольного объектива, ракурсная съемка, нижний ракурс, панорамные съемки, глубина, съемки с обратной точки. Во-вторых, вспомните о пяти положениях камеры, о том, как вы можете использовать их вместе в той ситуации, в которой вы сейчас оказались. Вы не должны просто таскать камеру на плече. В-третьих, если вы запомнили хоть одну концепцию из этого видеокурса, когда вы тренировались вне работы, то попытайтесь вспомнить концепцию обрамления переднего плана, которую мы обсуждали в 35-м сюжете. Обрамление кадра важно для придания объемности вашему изображению. Если мысль об обрамлении кадра пришла к вам автоматически, тогда и все остальные методы, о которых мы говорили здесь, в этом видеокурсе, вспомнятся вам, и все станет на свои места. И последнее, помните о съемках крупным планом, которые часто используют на телевидении. Делайте то, что делают видеооператоры-профессионалы. Снимайте больше крупным планом, если думаете, что это необходимо, поскольку это принесет вашей работе плодотворные результаты. Вы узнали потрясающие вещи из этого видеокурса. После того, как вы закончите его, после того, как вы будете практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться над разными съемками из этого видеокурса, то я уверен, что вы почувствуете уверенность в себе. Например, если вам позвонит из Nature Network и скажет, нам нужно, чтобы вы сняли кое-что, то вы уже с уверенностью сделаете это. Вы почувствуете гордость, когда будете отдавать им свою видеосъемку на кассете. Какие съемки вы им представите? Съемки с использованием широкоугольного объектива, ракурсную съемку, нижний ракурс, панорамные съемки, передний план и съемки с обратной точки. То есть 99% того, что делают и снимают видеооператоры-профессионалы на телевидении. У вас должно возникнуть чувство гордости, поскольку большинство из видеооператоров являются обычными и средними, и хуже того, они думают, что они самые лучшие. Такие видеооператоры думают, что они лучшие, но при этом перестают обучаться чему-то новому. А профессионалы, получающие награды, знают, что никогда не нужно переставать обучаться. Для меня это большая честь, что сегодня вы слушали и смотрели нас, и надеюсь, что после этого вы начнете практиковаться над теми приемами, которые увидели в этом видеокурсе. Более того, я уверен, что некоторые приемы вы уже применяете в своей работе, а мы просто не показали их на этом видео. Но, возможно, мы покажем их в следующем видеокурсе. Через какое-то время мы будем рады вам его показать. И если у вас есть какие-то необычные съемки, которые вам бы хотелось показать нам, то пришлите их нам. Также, если вы сделали съемки, которые прежде не делали, а увидели впервые на этом видео, то это уже существенно отличается от ваших прежних методов производства съемок. Присылайте нам их и пишите. Нам нравится просматривать ваши работы и узнавать о ваших результатах. Мне надо идти. Спасибо, что были с нами сегодня. Увидимся с вами снова. Субтитры сделал DimaTorzok